В эфире студия Репортёр. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемик. С удовольствием представляю своего сегодняшнего собеседника Вячеслав Поляснов, начальник областного управления здравоохранения. Здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Говорим о проблемных вопросах, благо сфера здравоохранения всегда нам их подбрасывает. Несколько недель назад на аппаратном совещании с вашей подачей губернатор Максим Степанов, губернатор Одесской области, занял довольно жесткую позицию в отношении Министерства здравоохранения. Главный вопрос, нехватка медикаментов, вакцин, сывороток, препаратов для иммунизации населения. Насколько я понимаю, было поручение вашему управлению подготовить очередное, какое я не узнаю уже по счёту письмо. Я знаю, что переписка идёт с лета. Седьмое. В чём причина? Почему нет эффективного диалога с Минздравом? Я хочу уточнить, у нас нет, мы не говорим не проблема с вакцинами, мы говорим в первую очередь проблема с сыворотками, с антитоксинами для экстренной профилактики таких тяжёлых заболеваний, как дифтерия, столбняк. И как раз эта категория препарата является сегодня действительно очень потулизмочувствительной для всех регионов Украины. И проблема в том, что эти препараты не завозятся в Украину, по той простой причине, что они не зарегистрированы в Украине, и соответственно, какого-то законного механизма завоза сегодня нет, кроме единственного. Это разрешение Министерства здравоохранения своим приказом на одноразовый ввоз этих препаратов в Украину с целью закрытия вот этой проблемы. И такая практика уже была, и мы сегодня имеем какие-то остатки по препаратам от ботулизма в нашей городской инфекционной больнице. Вот, ну, они тоже заканчиваются у нас там. Каждый пациент, это как минимум две дозы, было 20, сейчас 17 осталось. И как раз в этой части у нас очень сложная коммуникация с Министерством здравоохранения. И последнее аппаратное совещание, на котором опять поднялся этот вопрос, как раз был сделан акцент для того, чтобы мы все-таки добились этого решения для того, чтобы... Это вопрос не только Одесской области, хотя для нас он, безусловно, актуальный. Это вопрос вообще в целом инфекционной безопасности в стране, ну, считайте, национальной безопасности. Вот, поэтому было подготовлено еще одно письмо на имя премьер-министра. И по той информации, которую я сегодня имею, мы сопровождаем эти документы, то оно находится уже в соответствующем подразделении Министерства здравоохранения. И Министерство здравоохранения, со слов неофициально, готовит проект приказа, который может эту ситуацию каким-то образом разрешить. Я думаю, что если это получится, то у нас будут, в общем-то, определенные защитные препараты, которые спасут жизнь людям, в которых возникнет такая острая ситуация. Ну, сложный механизм. Не находите, что вот несколько месяцев ждать, постоянно как пинг-понг этот диалог. Есть ли у области право закупить те лекарства, которые вот необходимы на данный момент кодами, рении, соврании и так далее? Да, ну, те препараты, которые зарегистрированы в Украине, да, и которые разрешены к использованию, естественно, мы их всех можем покупать. Как раз проблема возникла в том, что мы не можем получить те жизненно необходимые препараты, которые по каким-то причинам не зарегистрированы. И как раз это абсолютно находится полностью в компетенции Министерства здравоохранения. Это их должно быть решение. Вот почему Министерство здравоохранения не разрешает эту задачу, почему они, в общем-то, свои функционалы не выполняют, но это вопрос, наверное, немножко выше. Мы продолжаем говорить о теме медицинской реформы, которая была принята, породила немало споров, слухов, критики в том числе. Что касается Одесской области, то вот буквально вот в этот период, насколько я понимаю, должна была быть представлена, представлен проект программы телемедицины в одном из отдаленных сел Одесской области. Как проходит процесс подготовки к запуску этого, я бы сказал, ядерного чемоданчика, но мы понимаем, что это довольно-таки ценная конструкция. Дождемся мы ли в этом году запуска этого проекта? Да, действительно, в своей концепции разумный регион, представитель областной государственной администрации Максим Владимирович Степанов. Как один из важных ключевых моментов развития всей системы здравоохранения Одесской области, позиционировал развитие проекта по телемедицине. Задача проекта состояла в том, чтобы мы в максимально короткие сроки обеспечивали доступность к квалифицированному врачебному мнению жителей удаленных районов при помощи современных телекоммуникационных механизмов. И уже сегодня мы разработали один проект, о котором рассказывал Максим Владимирович на радиорегионах в Киеве. И сегодня на примере Окнянского района мы его реализовали. Мы уже практически закончили его полностью создание. Это проект многоплановый, но ключевыми моментами являются несколько вещей. Первое – это обеспечение, как вы сказали, этими чемоданчиками фельдшеров. Чемоданчик – это набор мобильных инструментов, которые присоединяются к планшету, на котором стоит медицинская электронная система, и который может при наличии интернета передавать эти данные как семейному врачу, так и в случае необходимости на другой уровень – это или больница. В данном случае мы позиционируем как создание отделений неотложной медицинской помощи, emergency room, или, если надо, более высокий уровень консультативной помощи – это областное учреждение. И сегодня была встреча губернатора с руководителем агентства развития США USID в Украине, и они высоко оценили этот проект, он заинтересовал, и, в общем-то, мы будем иметь какую-то поддержку со стороны международных доноров в плане развития. И все вот эти вещи показывают то, что можно создавать какие-то решения, которые можно реализовать очень быстро, которые можно очень быстро тиражировать, и которые могут в короткий период времени дать уже какой-то эффект в плане каких-то медицинских сервисов для населения нашей области. Заработать с этим оборудованием должны подготовленные люди, потому что мы говорим не о каких-то умениях работать с вычислительной техникой, это специальная программа, где нужно оперативно все делать. Наоборот, как раз такие инструменты очень упрощают многие процессы. Здесь нужно просто правильно, технически правильно использовать их, то есть, условно говоря, правильно снимать показания, снимать шумы с легких, если мы с ним проводим аускультацию, а все эти шумы фиксируются, передаются, и врач удаленно может в наушниках оценить качество тонов сердца, или, допустим, работ функций легких, правильно снять спирограмму, проверить функцию внешнего дыхания, правильно снять кардиограмму. То есть, там чисто нужны технические простые вещи, которые не требуют высокого уровня квалификации медицинского персонала. Это очень важный момент в плане того, что умение достоверно собирать информацию и все, а вот уже качественно ее проанализировать сможет специалист более высокого уровня, который эту работу делает очень много, и он сможет дать действительно правильное заключение. Это процесс так называемой телеметрии. Нужно же просто правильно снять параметры организма и передать специалисту, который их расшифрует. И это один из ключевых моментов во всей цепочке, которую мы строим от пациента, который находится далеко в глубинке, до врача амбулатории или районного уровня, или в случае необходимости до специалиста уже экспертного уровня на областной больнице. У нас в областной больнице сегодня есть центр телемедицины. Там работают специалисты, специалисты эти, они имеют как бы два образования. Одно образование это связь, связано с этими вопросами. Второе образование они получают на базе нашего медицинского университета, медицинское. Вот, то есть они как бы понимают процессы и могут, и я думаю, что этот проект, он будет абсолютно жизнеспособен. Самое главное, что он будет недорогой. С одной стороны, мы попытаемся снизить затраты и необоснованные визиты к специалистам или госпитализации для жителей области, особенно удаленных, это транспортные и прочие расходы. С другой стороны, мы обеспечим доступность этим людям и какое-то спокойствие в плане возможности быстрого съема медицинской информации, передачи, получения обратного ответа и проведения каких-то медицинских процедур. Вот, с другой стороны, врачи получают как бы удаленные инструменты за контроль за своими пациентами и реагирование. Не могу спросить, скажем, что мы говорим о медикаментах, да, каких-то их, может быть, там, нехватки, отдаленные местности. Не так давно профсоюз медиков в Одесской области порадовал, удивил, огорчил письмом в адрес депутата Верховной Рады, кабинета министров, что катастрофическая ситуация с медикаментами, обеспечивающими анестезию, наркоз. Не могу у вас не спросить, пользуясь случаем, как на самом деле будет обстоять ситуация с 2018 года, будет ли больной в случае, там, тяжелой операции, обеспечен самым, обычно, самым необходимым, да, обезболивающим? Ну, мне неизвестна эта ситуация по беспокойству, честно говоря. Но сегодня никаких предпосылок для беспокойства на 2018 год нет. Во-первых, в проекте бюджета на следующий год отдельной строкой в медицинской субвенции выделены деньги на препараты для ингаляционного наркоза. Мы обычно покупаем такой препарат, который используют Севаран, называется. И количество денег, которое планируется, больше миллионов гривен, в принципе, соответствует тем же цифрам, которые были в прошлом и позапрошлом году. Уменьшения нет. Значит, средства для обеспечения ингаляционного наркоза у нас будут препараты. Другая часть препаратов, это наркотические препараты для примедикации, то они у нас всегда покупались, покупаются за счет медицинской субвенции. В следующем году финансирование больниц через механизм медицинской субвенции меняться не будет. И уменьшение финансирования для лечебных учреждений происходить тоже не будет. Поэтому они смогут купить в тех же объемах, в которых они покупали в этом году или в предыдущие. Это то, что касается препаратов для наркоза. Обычно у нас не возникает ситуации, когда, ну, ситуации могут быть разные. Есть еще человеческий фактор. Я не исключаю там какие-то неправомерные действия моих коллег, или не чисто плотные, я бы так сказал, в этом плане. Но у нас сегодня проблем с обеспечением и сопровождением больных во время наркоза, с медикаментозным, нет. Еще одна важная тема, которая тоже обсуждается активно в средствах массовой информации, это госпитальная округа. Очень много об этом говорится. Одесская область и руководство области отстояло перед соответствующими чиновниками в Киеве, чтобы было не 5-9. Что дальше хочу узнать у вас? Да, действительно, у нас есть положительная динамика в этом процессе. И все-таки настойчивость Василия Владимировича очень сильно помогла нам по продвижению нашего проекта. У нас принципиальная позиция, она абсолютно обоснована, она взвешена, рассчитана. И нам удалось доказать, убедить министерство, что мы имеем право на 9 округов, а не на 5. Министерство здравоохранения подготовило уже проект постановы Кабинета министров, она висит на сайте Министерства здравоохранения, о том, чтобы утвердить наши 9 округов. Мы уже прошли согласование с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством регионального развития, и они уже дали свои результаты изучения нашего проекта. Да, они уносили какие-то корректировки, незначительные, непринципиальные это было. И сейчас документы готовы, и они пойдут в Министерство юстиции. И после того, как Министерство юстиции, согласно регламента, скажет, что да, это наше предложение, оно соответствует нормам законодательства, то после этого сразу же проект пойдет на заседание Кабинета министра, где, мы надеемся, будет принято положительное решение. Раз мы вернулись к теме районов, сел, отдаленных, госпитальные круга, в конце программы не могу не спросить у вас о качестве работы аптек, мы весь эфир крутимся вокруг, нехватки препаратов, сывороток важных. Извините, поскольку я знаю, проблема в отдаленных особенно районах и населенных пунктах с аптеками, она есть. Планируется ли как-то областным профильным управлением решать этот вопрос? Или не важно, чтобы там была какая-то аптека, важно, чтобы обслуживание было нормальное, не важно, на каком расстоянии они находятся? Я с вами согласен. Обычно нам, как гражданину, не принципиально, каким образом мы будем получать те или иные медицинские препараты, вообще что-то. То есть для нас важно, чтобы мы имели к ним максимально комфортный и короткий доступ. В Одесской области нет сети коммунальных аптек по всей области. В свое время она в силу разных причин не сохранилась. Но у нас есть очень много аптечных операторов сетевых, которые имеют свои представительства во всех районах. В любом случае аптека – это бизнес, и аптеки открываются и работают успешно там, где у них есть соответствующая возможность какого-то дохода. Мы сегодня как раз используя те изменения и телемедицинские в том числе, получаем возможность совершенно другого реализации этого сервиса. То есть если пациент обращается за медицинской помощью к фельдшеру, фельдшер имеет дозу, у него есть электронная база данных, то есть он может сформировать на него, и в этом проекте участвует аптека, и сегодня мы ведем переговоры, и у нас есть успех в развитии наших отношений по подключению операторов аптечной сети к нашей медицинской системе, то мы можем сформировать, так называемый, электронный рецепт, который позволит человеку выписать рецепт, и он уже, и это будет фактом, и этот рецепт будет тут же отражен в аптеке, и он сможет быть ему потом доставлен каким-либо способом. Мы также отрабатываем механизм создания минимального набора медикаментов через аптечную сеть, мы на ФАПах это можем сегодня позволить, это как правило те препараты, которые происходят по программе «Доступные лики», которые позволят опять же человеку прийти к гражданину на ФАП или в амбулаторию, если нет там сети аптеки, получить эти препараты путем взаимных договорных отношений между этими учреждениями. Спасибо большое, Вячеслав, вам за информацию, приходите еще, будем обращаться, тем более тема живая, проблемная, не без недостатков, да, но тем не менее мы должны нашим людям разъяснять по возможности отчетче и внести. Спасибо большое. Спасибо вам. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире.